Добрый день! Я, Любовь Евгеньевна, рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит сейчас программу «Таинство церкви». Сегодня с Архимандритом Мелхиседеком мы продолжаем разговоры на самые животрепещущие, самые житейские, бытовые темы, которые, оказывается, порой, отец Мелхиседек, и не очень-то кажутся разрешимыми, но после наших бесед, как не выясняется, очень часто разрешаются. Ну, дай Бог. И вот смотрите, в последнее время наши православные очень часто на какое-то раздражение своего родственника, товарища или коллегу по работе говорят, «Стяжи дух мирен», повторяя слова нашего всеми любимого батюшки. А как в действительности стяжать этот мирный дух, когда, казалось бы, окружающая обстановка, отец Мелхиседек, не очень-то на этот мирный дух, как человек настраивает, и толкучка в метро, и какие-то пробки, и кто-то тебя подрезал, какая-то произошла авария, тебя обидели. Но ведь отец Серафим советовал мирный дух стяжать, наверное, именно вот в эти самые, казалось, катастрофические моменты жизни. Или нет? Или всегда надо его стяжать? Даже в каком-то добром, вот как мы сейчас сидим в таком красивом дворике? Дело в том, что вся жизнь христианина – это и есть как раз и путь к этому мирному духу. Не то, что, так сказать, человек только об этом и думает. Нет, это образ жизни христианина, который, так сказать, уже на протяжении всей его жизни должен стать целью, прежде всего, духовной жизни. Когда бы спросили у меня, что такое, так сказать, духовный человек? Вот кто такой духовный человек? А духовный человек – это тот, который старается жить по заповню Божьему. И одна из них, одна из них, будь, если, как апостол Павел говорит, будьте, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. И спрашивается, он не только об этом, как бы быть, как бы быть мирным и как бы не раздражиться. Если ты думаешь только об этом, так, как бы не раздражиться. А у тебя должна быть платформа, фундамент и внутреннее устроение. К этому предрасположенностью. Как же таким стать? Кто-то сказал, святыми не рождаются, святыми становятся. И поэтому мы в себе замечаем, во всяком случае, я, так сказать, думал, вот когда у меня, так сказать, нормально, благодушное настроение. Так? Ну, во-первых, когда ты собран, когда после утренней молитвы, после богослужения, после прочтения Священного Писания, особенно после святого печащения, после храма, ну, неохота, неохота так служить. И ты понимаешь, как не соответствует тот тон, с которым начинают с тобой разговаривать люди, там, подчиненные, родные и близкие. После молитвы это особенно видно и заметно. Что хочется чуть-чуть потише, поспокойнее, как тот сказал. Если вы хотите, чтобы вас услышали, говорите громко. Если вы хотите, чтобы вас послушали, говорите тихо. И вот это опытный анализ. Когда же, так сказать, я более-менее в спокойном состоянии, а в состоянии, когда ты с Богом. Вот тогда ты более-менее в спокойном состоянии. А когда началась житейская суета, когда ты забываешь о Боге, когда ты забываешь, кем ты должен быть. Я должен быть, так сказать, сыном Божиим. И апостол Павел говорит, всякий человек, когда будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Вот мы, так сказать, еще и наша скорость, и наша вся вот эта, так сказать, динамика безбезумная, она, конечно, не дает нам возможности следить за своими словами. А слово не воробей. Поймают и вылетишь. И вылетишь. Поэтому семь раз отмерь, один раз отрежь. И поэтому мы должны следить за своими словами, потому что не давать повода и ищущим повода. И поэтому вот этот молитвен сосредоточен дух, или во всяком случае не то, что это молитвен дух, а память о Боге, память о Боге, она не дает возможности, во всяком случае, в идеале, выходить из себя, заставлять себя держать в рамках, как кто-то сказал, так сказать, из мудрых людей, ставить сам Русь Оптинский. А чего человек бывает плохо? От того, что забывает, что над ним Бог. Если ты это помнишь, тогда ты уже подбираешь слова, тогда ты подбираешь уже интонацию, ты подбираешь настояние и характер, с которым тебе сказать. Потому что не столько важны еще и слова, как их тональность, так сказать, и их наполнение. И поэтому многие об этом понимают, мы теоретически что-то соображаем, как мы должны быть. И еще есть практические вещи к тому, чтобы достижать мирный дух. Арсений Великий однажды сказал, если человек не пойдет путем самоукорения, он нигде и никогда не найдет покоя. Я однажды присутствовал при очень удивительной истории или, так сказать, случае в Троице Сергию Лавру на преподобном Сергию Радонежска во множестве съехались архиереи. Я тогда был в 84-88 году в Троице Сергию Лавре семинаристом, потом монахом, дьяконом и священником. Все это было в Лавре. И когда еще был семинаристом, то был и по дьяконом, нес такое послушание, когда приезжали архиереи на эти удивительные праздники преподобного Сергия. В алтаре я вдруг увидел такую, наблюдал следующую картину. Я облачал одного архиерея, епископа, а мои собратья, семинаристы, которые не умели этого делать, облачали перед службой другого. И я смотрю, когда они надели на него все облачения, последнее облачение это была большая лента, которая именуется амафор, который символизирует несение архиерея, а символизирует несение Христа, заблудшей овцы на своих плечах. И архиерей, он тоже символ Христа, и когда на него надевают этот амафор, большая широкая лента с крестами, это тоже символ несения заблудшей овцы. И вот они стали надевать на него этот амафор, и так его начали крутить в разные стороны, что чуть не задушили. И тогда он их в сторону сказал, ребят, вы идите отсюда, снял этот амафор, начал сам на себя одевать, и вдруг я услышал, он про себя сказал, если бы я был нормальный архиерей, у меня бы были нормальные помощники. Если человек не пойдет путем самоукорения, он нигде и никогда не найдет покоя. То есть вот как мудрый архипастор вышел из этой ситуации, не назвал их какими-нибудь словами, так сказать, не вышел из себя, а вот так разрешилась эта ситуация. И это, вот спрашивается, вот откуда у него в этот момент был дух мирен? Не в этот момент у него был мирный дух, не в этот момент, он был у него всегда. Это настрой по жизни человека, будь готов ко всякой скорби, избежишься всякой скорби. Человек, так сказать, научитесь от меня, как роток есть, и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Поэтому, так сказать, это и есть вся совокупность духовной жизни, которая выражается и мирным духом, как мы читаем, когда есть праздник преподобного, того или иного, то считается посадник Калатом. И в нем мы слышим такие слова. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание на таковых нет закона. Они исполнили закон Христов, друг друга тяготы носить и так исполнить закон Христов. Это плоды Святого Духа, это вот эта мирность, один из плодов благодати Святого Духа. Поэтому и мы, так сказать, стараясь жить с Богом, если ты, так сказать, таким путем уйдешь, тогда у тебя и будет не только мирный дух, но и любовь, и вера, и долготерпение, когда мы об этом думаем. Думаем не о том, чтобы было в наших руках, а думаем о том, чтобы было в наших сердцах. Кто-то сказал, когда человек отдает, он приобретает. А вот когда человек живет душевной, духовной жизнью, он приобретает благодать Святого Духа. Извините, пожалуйста, вы говорили о причастии, о том, что во время причастия благодать. А вот как мы часто наблюдаем и до сих пор, до нашего времени, с каким раздражением люди иногда идут к чаше, толкаются, пинаются, начинают друг другу. Вот уже к чаше подходят и начинают все равно делать друг друга замечания. Я такого в нашем храме не замечаю. Я не о вашем храме. Пусть попробуют в нашем храме иметь другой дух. Но это, к сожалению, это встречается по-прежнему в наших храмах. О чем это свидетельство? Это свидетельство о том, что кто-то сказал, что верующие и церковь – это не собрание здоровых, а собрание больных, которые хотят быть здоровыми. И поэтому, когда мы пришли, мы что в больнице видим? В больнице ходят, так сказать, все такие атлеты, так сказать, как у всех, все благодушные. Приходят в больницу, один с трубкой, другой с таблетками, третий, так сказать, в халатах, кто-то перевязан. Кто это? Это те, которые захотели стать здоровыми. Поэтому они в больнице оказались. Поэтому Господь говорит, предоставьте мертвых, храните своих мертвецов. Оказывается, можно быть живым по телу, но мертвым по духу. И кто-то из мудрых людей сказал, что человеческая жизнь заканчивается не тогда, когда останавливается сердце, когда отказывают почки, когда происходит остановка деятельности головного мозга. Смерть наступает не тогда. Смерть наступает тогда, когда из жизни уходит вера, надежда и любовь. Вот когда наступает настоящая смерть. И поэтому в храме те люди, которые поняли, что без веры и без надежды и без любви – это смерть. И они пришли сюда в надежде найти здесь путь к вере, надежде и любви. И то, что они сейчас стоят не в конце пути, а только в начале пути – об этом и свидетельствует, что мы все еще поражены грехом. Мы на самом деле больные люди. И не надо сразу от всех требовать святости. Надо требовать святости в первую очередь от самого себя. То есть как нам к этим людям относиться? Вот мы просто спокойно, не обращать внимания. Это сложно не обратить внимания, во всяком случае. Обратили, но постараться самому как-то не заводиться. Да. То есть абстрагироваться от этого. Как кто-то сказал, мне поразило. Я был в Ангелии и был в Лондоне по обмену студенческими группами. Я, говорит, еду в автобусе, в этих знаменитых двухэтажных, и вдруг слышу на ухо, мне обращается, говорит, сэр, мне кажется, вы мне наступили на ногу. Я, говорит, посмотрю, я сразу в ссоре, извините, так сказать. И я, говорит, был поражен этим уроком, который мне преподнесли. Ну, проблема, ну, наступил. Но, как это было сказать, доброжелательно. Доброжелательно. Я про себя подумал, слушай, ну, неужели вот это настолько все просто, настолько все просто, ну, почему я сам так не поступаю, я сам так бы не сказал, если бы мне такое-то было. Я был потрясен вот этому малюсенькому примеру, который мне был преподан. Вот так и надо. Ну, есть проблема. Я поэтому в нашем пихожане говорю, в доме, в семье, на работе, перед тем, как начать день, и вы знаете, что вы с этими сталкивались с проблемами по жизни, на работе, в семье. И со служебствами столкнетесь. Скажите, три раза выходя из дома, три раза выходя из дома. Думаю, Господи помилуй, сначала Господи помилуй, а потом доброжелательность, доброжелательность, доброжелательность. С ней можно решить все, без нее не решишь ничего. Потому что все мы заводные. И вот не надо вот этого завода лишнего, вот эту атмосферу, не надо его пускать. Поэтому тоже, кто-то сказал, почему у нас язык за двумя преградами, за губами и за зубами. И за зубами. Потому что оно зло. Язык – это зло. И поэтому он за двумя преградами. Потому что подумай, прежде чем что-то сказать, и как сказать. Поэтому вот я говорю, вся жизнь, она к этому, христианина, она как раз направляется к тому, чтобы мы были с Богом. А проявление этой жизни Бога, одна из этих проявлений, вот как раз это мирность Духа. Кстати, одна потрясающая была у одного свидетеля Феофана Затворника мысль. Он говорит, когда ты, он пишет это, обращаясь к монаху в монастырской жизни, когда ты будешь беседовать с Богом на самолитном правиле, так, и когда кто-то постучится, призывая к тебе к какому-то делу, будь то твой духовник, собрат, так сказать, или старец, или тетей, или общее какое-то монастырское дело, и он говорит, покажи, то, что ты приобрел во время молитвы, покажи это и на людях. Ты же беседовал с Богом мира и любви. Эту мирность покажи после молитвы. Не то, что там, меня, так сказать, я занят, оторвали меня от дела. Ты эту мирность покажи. Поэтому по идее, по идее, мы-то после храма должны быть другие. И многие люди на самом деле другие. И поэтому это как глоток свежего воздуха. Это духовная подзарядка разряженного телефона, когда мы бываем в храме. Или когда мы, даже просто, элементарно, после своего маленького домашнего правила. Мы все равно, так сказать, все-таки можем быть другими. Кстати, практический совет. Вспоминается жизнь старца Моисея. Он, так сказать, был оптинским настоятелем, одним из самых выдающихся. И тоже все мы люди, все мы человеки. И он в своих записках, в своих воспитаниях пишет, когда вдруг я понимал, что во время разговора вдруг градус становится повышенным. И я по природе, горячный по природе, понимал, что я могу, могу не сдержаться в словах или в эмоциях. Что я делал? Я прекращал разговор и шел в соседнюю комнату, потому что кабинет состоял из двух комнат. И здесь перед иконой мысльно обращался к Богу. Господи, дай мне мирный дух. Одна-две минуты и возвращался, продолжал разговор. То есть видел, как закипает молоко, и чтобы в тот момент, чтобы оно не убежало, с огня с него снимал. Это хорошо, например. Хорошо, у него была такая возможность. Да, а в жизни-то как? Хорошо, что у него была такая возможность. А у нас это все мгновенно, порой происходит. Поэтому вот это и есть, так сказать, культура уметь держать себя в руках. Не выходить из себя. Кто-то сказал, нервные клетки не восстанавливаются. Об этом тоже надо думать. А одна мадам сказала, нервные клетки мне не нужны. Мне нужны спокойные. Вот это на самом деле. Нам нужны спокойные. Спокойствие нам дает укрепленность веры, укрепленность Бога. Потому что иногда мы часто выходим из себя. Почему? Потому что у нас высокая самооценка. Гордость и самомнение. Не так сказали, не тем тоном, не так, не вовремя. Меня задели, меня затронули. Очень большое. Но сами мы не замечаем, как часто обижаем людей. Потому что все это только из-за гордости. Кстати, даже чисто практический совет. Вспоминать тоже одна история. Семья, где 10 лет, соседние участки по даче. У одних, так сказать, ну более-менее, так сказать, мирный дух. Эти без конца, если не поругались утром, то вечером. Если не поругались вечером, то что утром какие-то взаимные петензии. И жена, а часто жена является двигателем во всех, так сказать, делах. Потому что у нас так перевернулась немножко. То есть уже роль мужчины и женщины. Жена своего мужа посылает, слушай, говорит, сади, говорит, это к Павкиным, а это их соседи. Посмотри, ну почему у них-то все нормально, а у нас все-таки нормально. И что он сделал? Утром перелез через забор и между туями спрятался. Ну хоть понаблюдать, как день начинается. Жена выходит на веранду. Начинает протирать пол, ведро и, так сказать, швабра. Начинает протирать. Вдруг муж входит в веранду и дверью бьет по ведру. Тут же все переворачивается. Жена смотрит на него. И тот думает, ну сейчас начнется. Она ему говорит, слушай, прости, перед дверью поставила. Он говорит, слушай, меня извини, а я... А я двинул. А я двинул. Он ей ведро помог. Она быстро тут грязную, так сказать, воду подобрала. И друг другу, прости, извини. Он возвращается домой. Жена тут ему кофе, омлет сделала. И она спрашивает, ну что, говорит, как там у Павкиных? И тогда он ей говорит. Да, говорит, у Павкиных. У них там все виноваты. А у нас все правы. И вот так, так сказать... Замечательный бочек, замечательный пример. Семья эта была, ну не знаю, вылечена или нет, но во всяком случае, какой-то алгоритм они для дальнейшей своей жизни через этот пример получили. Так сказать, подтверждая слова, так сказать, слова святых отцов. Если человек не пойдет путем самоукорения, он нигде и никогда не найдет покоя. Не пойдет путем самоукорения. Вот мы, так сказать, мы всегда правы. Пусть все крутится вокруг нас. По жизни так не бывает, чтобы все крутилось только вокруг нас. И тоже вспоминается один оптинский случай. То есть вот как человек, если не будет скромно о себе думать, он без конца будет получать по мозгам. В Оптиной был такой случай. Значит, ну вот раньше не было, так сказать, ни телевидения, ни, так сказать, ни социальных сетей. Было реальное, живое человеческое общение. Письма были письмами, общение было общением. Столярный жанр существовал. Совершенно верно. И вот, так сказать, один из помещиков посылает к другому. Ну для чего? Ну скучно одному, так сказать, собрать ребят, друзей, так сказать, пообщаться, новости обсудить. Ну и прочее. Посылает к помещику. Ну а, так сказать, не было, так сказать, ни интернета, ни телефона. Кого? Нарочным. Вот. Послал какого-то неказистого, так сказать, служку. Вот. С приглашением. И говорит, барин, мой барин к тебе завтра вечером зовет, так сказать, на званный ужин. Прочитал, так сказать, приглашение, все, так сказать, окинул взглядом крестьянина. И говорит, слушай, говорит, а твоего барина-то поприличнее-то, так сказать, не нашлось служек-то. И тогда он говорит, барин, извиняйте, хороших по-хорошему разослали, а меня к вашей светлости. Вот. И так, так сказать, духовную оплюху получил, так сказать, этот человек, который о себе, так сказать, был какого-то большого мнения. Ну, не нашлось, ну, что тебе? Ну, не нашлось, да, хороших по-хорошему. Ну, да, а меня? А меня вот к вам. Да. Так что здесь, так сказать, и по жизни тоже большой, потому что самоцен, так сказать, не дает нормального, так сказать, спокойного, так сказать, взаимоотношения между людьми. И поэтому Господь, так сказать, дал этот пример своей жизни. Научитесь от меня, как роток, и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Это и уступчивость тоже, да, батюшка? И уступчивость тоже. Ну, совершенно. Да, такое, как уступчивость. Ну, конечно, так сказать. Не забывайте друг другу, потому что мы никак не можем друг другу уступить. Кто-то говорит, вот взяли... Да, забыли такое слово, уступчивость. Взяли два человека, взяли бревно. Надо было пронести, так сказать, через дверь. Один, так сказать, поперек, никто не хочет, так сказать, первым пройти или стать последним, чтобы пронести сквозь дверь. Как бараны, так сказать, уже бревно не несут поперек. Никто не хочет стать последним, все хотят стать первыми. Вот так в семейной жизни. Это же очень много проблем именно из-за этого не уступает. Не уступают, не уступчивают. У нас, когда молодожены венчаются, я им сразу говорю, слушайте, если начнете выставить свою жизнь, не делайте из нее шахматы. Делайте из вашей совместной жизни поддавки. Потому что в шахматы все время надо думать, кто кого обыграет, кто будет первым. В этой игре, так сказать, в детской поддавке ничего не надо думать. Быстрее ты поддавайся и обыграешь. Поэтому не надо ничего по жизни мудрить. В простоте, как старец Амуросик, где просто, там ангелсовство, где мудрено, там ни одного. И поэтому вот эта уступчивость, мирность, которая является плодом и молитвы, и духовной жизни, и борьбы со своими дурными привычками, страстями, а самое главное, с гордостью, она как раз и будет приводить к тому, что хоть чуть-чуть, чуть-чуть, но будем поспокойней, чуть-чуть хоть будем мирнее. А когда человек еще и причащается, и кается, и себя считает не семи пядями во лбу, так сказать, это кто-то сказал, человек, который думает, что без него не обойдутся, не обойдутся, так такой человек пребывает, что люди не обойдутся без него, такой человек пребывает в иллюзиях. А человек, который думает, что он обойдется без других людей, то такой человек пребывает в двойной иллюзии. Поэтому будем следить этим путем, например, на Сеофеме Саровском, в котором как раз я призывал к этой мирности, которая является как раз плодом благодатной жизни в Боге. И тогда будет тишина и спокойствие, мир и доброе здравие, потому что нервные клетки не восстанавливаются, а все это из-за нашей немирности и психованности. И дай Бог, чтобы мы, так сказать, такими не были, а наоборот, шли этим мирным христианским путем, сея вокруг себя, так сказать, и доброжелательность, и благодушие, и добросердечие, и благодарность, и приветливость, и уступчивость. Вот это и все будет составляющей, составляющей того мирного духа, дай Бог, которого, дай Бог этот дух иметь каждому из нас. Особенно, особенно телезрителям, телеканалам «Союз». Благодарю вас, сердечно-батюшка, за такую мирную беседу, особенно в такой мирной обстановке внутри… В наше немирное время. Да, в наше немирное время, но внутри такого мирного дворика и в окружении прекрасных цветов. Да вообще, конечно, все наши храмы, они отличаются тем, что когда входишь за ограду, монастырскую или храмовую, чувствуешь себя в другом мирном месте. Спасибо вам большое, отец Алексей. Мир вам и Божьим благословением. Я, Любовь Акильна, благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Жду вас, как всегда, каждую субботу в программе «Таинство церкви». И желаю вам мира всем, вам, вашим близким, вашим родным. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok